Встречаем национальные директора компании Светлана и Олег Доворухины! Добрый день, друзья! Добрый день, лидеры 21-го лета! Аплодируйте тебе! Сегодня, как и тогда, лидерство — это не просто слово, это потребность и это необходимость. Необходимость проявления личности в нашем непростом времени. Еще совсем недавно мы жили расслабленными, в своей зоне комфорта, в личной успокоенности. Но сегодня лидерство, оно проявляется, и оно нужно миру, нужно стране. Это служение и созидание, это обновление и сохранение целостности и самоидентичности человека, компании, страны и даже мира. Мир потребления еще совсем недавно диктовал нам свои правила ведения бизнеса. И мы строили большие сети на акциях, на скидках, на каких-то наших бонусах для потребительской аудитории. И, конечно же, мы подстраивали все мотивационные программы под это деление времени. Но изменения приходят, как всегда, неожиданно. Последние несколько лет нас очень заинтересовал такой вопрос. Почему очень многие лидеры, очень многие консультанты и очень многие директора не растут по своей квалификации? Почему нет роста? Почему нет развития? Мы проводили опрос по нашей структуре. Конечно, только по нашей структуре мы обратили очень большое, такое пристальное внимание на то, что, оказывается, не все наши уважаемые лидеры понимают, что есть трудность, а что есть проблема. Дело в том, что проблема, она всегда извне, а трудность, она всегда внутри. Трудности нужно преодолеть, а проблемы нужно решать. Оказалось, что многие проблемы были, на самом деле, обычными трудностями. Начни делать по-другому, начни изучать технику, начни обучаться. Я однажды услышал такую фразу, которая звучит так, для меня это стало девизом. Все изменения в бизнесе происходят только тогда, когда кому-то надоело текущее положение дела. Если вы эту фразу возьмете себе как правило, вы начнете очень упорно и успешно бороться с этими трудностями. Проблема это своего рода противоречие, тупик. Ведь чаще в одиночку ее решить очень сложно. Что же делать? А делать нужно очень простые действия. Найдите тех людей, которых эта проблема беспокоит, тревожит, мучает. И вдвоем в команде, либо в какой-то функциональной диагне, такую проблему гораздо проще решить. Имея четверть вековой опыт в сетевом маркетинге, мы уже точно знаем, что как и в природе, деятельность человека состоит из циклов. Природные сезоны отражаются в нашем бизнесе. Есть время весны, и мы начинаем что делать весной? Но перед тем, как сеять, мы что делаем? Готовим почву. Вносим удобрения, вскапываем, создаем благоприятную среду для всхода. Очень важно еще давать тепло и полик, потому что тогда семечка проклюнется. И выполняя все это, невозможно не получить результатов всхода. Это как в нашем рекрутинге. Если мы все этапы будем соблюдать, будет все равно результат от рекрутинга такой, как нам нужно. Следующий цикл – это лето. Лето – это время взращивать, полоть, окучивать, поливать, избавлять от вредителей, подкармливать. И тогда мы получаем результат роста и развития. Осенний цикл запускает сбор урожая. Это время, когда мы начинаем собирать плоды. Но плоды мы не все, где-то сваливаем, плоды не живем. Мы их начинаем сортировать, отбирать, какие-то укладывать в какое-то сохранение места, что-то перерабатывать, то есть на какие-то заготовочки. Поэтому это сезон создания запасов. И, конечно, дальше наступает зимний период. Зима – это время сохранения, накопления ресурсов. Время отдыха, набраться сил очень важно к новому весеннему периоду. Очень важно в этот период получать новые знания. Где-то, может быть, что-то систематизировать, защищать, укрывать, закалять. Семена – это тоже период как раз зимы. И очень важно же понять, а что мы на самом деле хотим сохранить. Сейчас это актуально как никогда. И очень важно сохранить сейчас нашу самоидентичность. Очень важно сохранить себя и свою самоидентичность как лидера. Кто я? С кем я? Куда я? Зачем я? Ради чего я все это делаю? Это главные вопросы жизни, на которые должен ответить каждый, сам себе в первую очередь. Очень важно сохранить свои ценности и традиции. Возможно, это сетевые какие-то традиции. Возможно, это семейные в том числе. Структурные традиции. Ведь наверняка у многих сидящих в зале есть структурные традиции. И вы их продолжаете. Вот у нас, допустим, структурная традиция. Уже 22-й год в следующем году мы будем проводить Южноуральский фестиваль успеха, который собирает буквально огромное количество людей и это открытое мероприятие. Конечно же, очень важно сохранить территории, на которых мы когда-то начинали строить бизнес, на которых сейчас представлены наши структуры. Очень важно сохранить точки сервиса и встречи с людьми. Сегодня мы людям нужны как никогда. Сегодня сервисные центры, точки сервиса, пункты выдачи становятся такими психологическими центрами поддержки людей. Сегодня важно поддерживать людей. Им не легко сегодня, потому что и политическая обстановка, и то, что происходит вокруг, оно все отражается на психологическом состоянии людей. И, конечно, самое важное – это сохранить кадры в сети. Кадры, которые сегодня, ну на самом деле, кадры решают все. И сегодня очень важно сохранить тех людей, которые однажды проверили в компанию, однажды проверили в вас, в индустрию MLM, в то, что они здесь могут достичь своих результатов. И мы как никогда не нужны сейчас как плечо. И, конечно же, очень важно сделать так, чтобы эти люди, ну как-то вместе с нами, были в одном таком порыве достижения новых целей, идя к каким-то новым идеалам, потому что идеалы задают нам ориентир, задают образец и движение вперед. Это всегда на самореализацию и на точку постоянного выхода на новый уровень. И кто из здесь сидящих в зале может сказать, что он в учебном заведении, где он учился, изучал науку владения собой, своей жизнью, своей судьбой? Есть такие люди? Каких людей нет? Потому что нас этому ни в школе, ни в институте, ни в другом высшем учебном заведении не учили. А кто из здесь сидящих людей ловил себя на мысли, что что-то со мной происходит, я устал, я выжился, я не знаю куда дальше, я не знаю как быть, я выработался. Есть такие? Смелее! Я сам был такой. И этот вопрос вам очень интересен, мы 25 лет в сетевом бизнесе, в нашей компании мы 23, но опыт у нас тоже достаточно приличный. И посмотрев на себя, поговорив с нашими партнерами, с нашими лидерами, у нас родилась такая аналогия. Посмотрите, пожалуйста, на этот слайд. Вот к женщинам хочу обратиться. Никогда своим мальчикам не говорите такую фразу. Каждый мужчина должен родить сына, построить дом и посадить дерево. Я уже родил своего сына, ему 33 года, то есть я сделал, дом я тоже построил, и деревья мы с Испаной пересадили, уже целую кучу. То есть, казалось бы, жизненный цикл закончен? И если бы не компания, в которой мы сейчас работаем, работая простым, не знаю, кем угодно, я бы сказал, да, наверное, да. Но оказывается, нет. И посмотрев внимательно на этот слайд, можно проследить следующую цепочку. Семечка, для того, чтобы она проросла, а каждый из нас это семечка, для того, чтобы она проросла, она должна быть посажена в определенную среду. Среду, которая даст возможность этой семечке проклюнуться. И когда эта семечка проклевывается, получается, проявляется сначала маленький корешок, который, прорастая, дает возможность вырасти стеблю. Вы чувствуете себя, как вы, придя в компанию, были маленькой семечкой, вы попали в определенную среду, выпустили корешки, то есть пришло какое-то понимание. Потом выпустился стебель, это, возможно, ваша будущая уверенность. После этого что происходит? После этого происходит пророста, после этого образование крепких листьев. Возможно, это те лидеры, которые должны быть у нас. Далее, это появление бутонов, то есть это рассвет меня, как человека, который понимает что-то об этом бизнесе, понимает, для чего мне это. Или он отвечает на вопросы, которые спланы, зачем я, куда я, почему я, с кем я. После этого, наконец-то, появляются плоды. Плоды – это те лидеры, благодаря которым мы и высаживаем те или другие деревья, либо растения. И после того, когда эти плоды принесут определенную радость, они сеются, появляются новые семена, и таким образом появляется сад. Я, конечно, все очень упрощаю, но, посмотрев на этот слайд, посмотрите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь. Это упражнение от выгорания. Если вы думаете, что вы выгорели, посмотрите, а может быть, вы пока просто семечка, которая дала пока маленький корешок. И посмотрите, какой цикл впереди. То есть не стоит подать вычаянию, не стоит искать проблему или трудность на стороне. Все циклично. Как и в нашем бизнесе, у лидера задача размножаться. И поэтому важно плодить себе подобных. Есть еще один закон природы – возрастные циклы. От рождения мы все проходим свои циклы. Детство – это период витальности. Это способность жить, расти или развиваться. Проще говоря, это свойства и иметь жизнь. Юность – период познания. Молодость – период репродукции, воспроизведения и размножения. И, конечно же, далее следует зрелость. Это период самореализации. Это период, который дает возможность человеку наконец-то понять, в чем он действительно может самореализоваться. Далее средний возраст запускает цикл, закон целостности и нравственности. Потом наступает зрелость. Такой альтруизм – это понятие, которым, осмысляя активность, связанную с бескорыстной заботой о благополучии других, происходит в человеке. С одной стороны, с понятием еще и самоотверженности. И здесь на смену приходит пожилой возраст. Это самоуважение. Это оценка собственной значимости. Это отношение к себе как к личности. И завершается это все преклонным возрастом – самосохранением. Любви к своей жизни и желание сохранить эту жизнь как можно дольше. Вот эти возрастные циклы, они тоже дают очень интересный подход к анализу того, как я сейчас в каком периоде нахожусь в этом бизнесе. Таким образом, мы проживаем четыре эры. Эра становления – это такая эра интенсивного развития. Эра расцвета – это экстенсивное развитие. Эра сохранения – она называется еще диссипация, рассеивание энергии, которую мы начинаем разбрасывать вокруг себя. И, конечно, переход в тепло. Мы согреваем души людей, сердца людей. И, наконец, эра возвращения, распада целой большой системы наших больших структур на самостоятельные и простые системы. Когда мы иногда удивляемся, а что это наши лидеры вдруг перестали нам звонить, интересоваться какими-то советами нашими. Это потому что они выросли как дети, наши взрослые. И они создали уже свои семьи, свои структуры, свои системы, которых они начинают воспроизводить в свое потомство. И, конечно же, чем больше в наших структурах будет самостоятельных лидеров, создающих свои системы роста, развития, тем крепче будет целостная большая сеть и компания в целом. А вместе с ней и страна, и наш мир. Дни лет назад мы были на Среднеазиатской юбилейной конференции в Казахстане в Актауру. Поднимите руки, кто был там. Я знаю, что были люди. Прелестнейшее мероприятие. Мы вам не даем приехать к ним. И горячий, теплый, среднеазиатский, пламенный, сердечный посыл. Начало задавали вопрос. Вы сейчас растете? У вас сейчас, вот у нас, есть развитие? На что мы отвечали? Развитие есть всегда. Но мы не останавливаемся. А рост мы готовим. Для того, чтобы стартануть, нужно отдохнуть. Нужно подготовиться. И любой альпинист, когда он идет в гору, перед самым трудным подъемом, ему всегда нужен отдых. Иначе он задохнется. Иначе он не рассчитает свои силы. Сейчас у нас время сохранять. Время сохранить свою самоидентичность. Людей, кадры в сети, я еще раз повторюсь. Очень важно сохранить своих клиентов. Лидерство, смыслы, идеи, ценности, традиции, культуру, цели, энтузиазм. Потому что без энтузиазма ничего невозможно делать в этой жизни. Очень важно сохранить свои мотивы, территории. Энергию, блеск в глазах. Потому что, чтобы идти к людям и зажигать глаза других людей, надо гореть и блестеть в глазах самому. Поэтому очень важно для этого хорошее здоровье. Стремление и мечты. Это все, что нас поднимает, открыляет и вдохновляет. И очень важно сейчас устоять. Независимо от того, что происходит вокруг, какие они традуют. Важно устоять. Выдержать. Сплотить людей вокруг себя. Передать им все свои знания, умения, опыт, энергию. Внутреннее свое. Может быть, какого-то самодостаточного внутреннего устойчивого. И очень важно сейчас поднимать дух в сетях. Очень важно вселить веру в компанию, в наставника, в продукт, в сетевую индустрию, в страну и, конечно же, в себя самого. Мы поздравляем вас всех с 25-летним юбилеем компании. Мы желаем вам крепкого здоровья, большого, большого внутреннего духа на то, чтобы вы смогли сделать самые большие результаты, которые сами себе запланировали. И на которые у вас действительно горит звезда, как та звезда, которая манит вас, и вы идете на этот свет. Потому что, если у вас нет большой звезды, то маленькие цели, они точно так же будут от вас так же далеки, как может быть та звезда, которая вам светит гораздо выше. Мы сейчас очень хотим поздравить Алексея Геннадьевича Нечаева, Елену Нечаеву, тех людей, которые создали эту компанию, весь менеджмент компании. Ирину Валентиновну Лукьянову, которая работает сетью и действительно отдает всю душу, и все время, в какое бы время ни позвонили, мы ей написали, и в чате она всегда на связи, она всегда поможет и всегда ответит на любой вопрос. А мы пришли в эту компанию, когда она называлась еще «Русская линия». Это был 99-й год. И тогда значок у нас был с Архангелом Михаилом. Это был символ... Отказал Михаил Отечество любит. Да. Это символ, когда, знаете, он внутренне поднимал дух. Мы знали, что Архангел Михаил с нами рядом и защищает и нас всех, и компанию, и нашу страну, и наш будущий весь бизнес. И сегодня мы хотим подарить Алексею Валентиновичу на Малахите бронзовую скульптуру Архангела Михаила. Пусть чьи ваши праздничные люди отдают руку, пусть Архангел Михаил защищает всю нашу компанию международную, имена в руках, силу и энергии для будущих работок, для будущих новых результатов. Пусть чьи ваши праздничные люди!